Субтитры предоставил DimaTorzok 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 Появился и этот конференц-зал. Всякие для световых эффектов. Вот пушка для выделения определенного человека в каком-то месте. Последний большой ремонт в Доме культуры был 25 лет назад. За четверть века здесь только поддерживали его состояние. С учетом новых возможностей улучшили материально-техническую базу. Теперь, что называется, будут наводить лоск. В этом танцевальном зале занимается в общей сложности около 100 детей. В 2017 году здесь обновили зеркала. В текущем году планируют установить новые хореографические станки, а также обновить напольное покрытие на более современное. После обновлений педагоги отмечают рост интереса у юных сельчан к творчеству. В Доме культуры сегодня занимаются 714 человек. Это 10% от всего населения села Айок. Семь лет уже областной бюджет и один год федеральный бюджет финансирует деятельность муниципальных домов культуры по конкурсной основе. В общей сложности у нас более 260 домов культуры получили поддержку. Впервые они получают поддержку в этом году на текущий ремонт. Это чрезвычайно важно. Около 30 миллионов рублей из федерального и областного бюджета распределят на 37 домов культуры из 18 муниципальных образований. Среди них Черемховский, Качугский, Баендаевский, Тулунский и другие районы. В Айокском доме культуры уверены, комфортные условия привлекут желающих заниматься творчеством и уже готовятся к следующему торжеству. 18 февраля здесь отпразднуют Масленицу. Эфир «Середины земли» продолжит наши коллеги из Абайкальского края. В студии Читы о самых интересных событиях региона готова рассказать Екатерина Станиславская. Здравствуйте, коллега. Пожароопасный период в Чите, по прогнозам администрации города, начнется в середине апреля. Расскажите, почему специалисты пришли к такому выводу. Здравствуйте, Анастасия. Согласно прогнозам синоптиков, в феврале и марте количество осадков будет значительно ниже среднемесячных норм. В апреле в соответствии с обычным уровнем, но ветер и высокие температуры будут способствовать интенсивному разрушению снежного покрова. Поэтому класс пожарной опасности уже в конце апреля повысится до третьего. И к другим темам. С 2013 года на территории Забайкальского края предоставлено 1591 жилое помещение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Еще 10 человек получили ключи от новых домов в поселке Агинское. Они будут жить в микрорайоне Западное, в жилье, построенном специально для них. Однокомнатный домик с небольшой прихожей, кухней и печкой. Это первое собственное жилье Екатерины Ланшаковой. Вместе с маленькой дочкой она планирует переселиться сюда через месяц. Дополнительных затрат не потребуется. Дома сданы в чистовой отделке. С 13 лет после смерти мамы Екатерину воспитывали дядя и тетя в Могой Туйском районе. На новом месте молодой маме предстоит устроить ребенка в детский сад и найти работу. Впечатления были, конечно, положительные, потому что ничто не приносит такой радости, как свой дом. Я думаю, не каждый гражданин может позволить себе приобрести свой дом, потому что недвижимость сейчас очень дорога. Я умею носить воду, топить печку самостоятельно, сажать огород. Я все это умею. Спасибо большое правительству Забайкальского края за получение своего жилья. И спасибо большое всем работникам, которые в этом заинтересованы были. Им огромная благодарность. Возле каждого дома небольшой участок, необходимые надворные постройки. А новоиспеченные соседи уже планируют построить баню на несколько семей. Поздравить новоселов собрались жители микрорайона. Получился небольшой праздник, на котором торжественно вручили ключи от новых квартир и благодарственные письма строителям. Мероприятие происходит в канун Нового года по лунному календарю, а для жителей Агинского округа это очень важный момент. Контроль за проведением строительных мероприятий был самый жесткий. Качество хорошее, выдержаны все требования, предусмотренные нормативной документацией. Поэтому никаких, я думаю, условий, препятствий для комфортного проживания детей не будет. Сегодня в Забайкальском крае в очереди на получение жилья 7 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 5800 из них достигли 18 лет и уже имеют право на получение квартир. В 2017 году удалось приобрести 348 жилых помещений. Практически все уже заселены. Сегодня в Агинском округе сначала обеспечено порядком 50 человек. В этом году 11 человек детей, из числа детей-сирот, которым были представлены жилые помещения. А вообще в очереди в Агинском округе состоят порядка 600 человек. На сегодняшний день уже тактика и политика реализации этого закона в 2018 году выработана. В настоящий момент в рамках госпрограммы завершается строительство еще трех домов для 12 детей-сирот в селе Дуль-Дурга. В 2018 году запланировано приобрести 254 квартиры. На это выделено 269 миллионов рублей. Екатерина Станиславская, Дмитрий Пенигин. Середина земли. Забайкальский край. Рождественское представление семейно-приходского театра города Шилка Забайкальской метрополии каждый год ждут многие. Немало интересных постановок показал этот коллектив для детей, живущих в отдаленных районах нашего края. А в этом году в Большом концертном зале Забайкальской краевой филармонии с героями рождественской сказки встретились читинские зрители. До начала спектакля еще есть время. Артисты выверяют мизансцены. Говорят, одно дело выходить на привычную сценическую площадку у себя дома и совсем другое играть на большой сцене краевой филармонии. Уже не первый год приходской театр Петропавловского храма города Шилка к великому празднику Рождества Христова радует зрителей новыми спектаклями. Сначала это были небольшие постановки на базе воскресной школы с участием только юных артистов. Затем подключились и взрослые. И теперь это сплоченный творческий коллектив. Традиционно мы ставим рождественский спектакль, потому что Рождество – это время чудес, это время волшебства, это время, когда сбываются мечты и дети ждут сказку. Мы надеемся, что мы когда-то сможем показать свое творчество на более высоком уровне и поучаствовать в каких-то театральных фестивалях краевого и российского масштаба. В дальнейшем ты как-то собираешься связать свою судьбу с театром? Ну, мама сказала, мама мне что-то говорила, и я, кажется, думаю, что она, и она хочет, что, ну, чтобы я везде участвовал, может быть, и в главную роль попаду. Появилось предложение вообще случайно, спонтанно, просто позвонили, сказали, нужен принц, некому сыграть. А у меня самого желания было очень дикое, довольное. Я хотел сыграть, и я согласился, конечно. Я приехал туда на репетицию на первую, людей никого не знаю, мне прям так. Но потом как-то признакомились, притерлись, начали ездить вместе, понравилось. Вот не зря это все получилось. Театр продолжает развиваться, состав его участников постоянно расширяется, а исполнительское мастерство растет. И, конечно, в свободное от учебы и работы время они торопятся на репетиции, чтобы окунуться в волшебный мир театра. Для меня наш театр – это творчество, эмоции. Вторая семья. Отражение моего внутреннего мира. Любовь и общение. Счастье. Радость тому, что я артистка. Смех и радость. Место, где можно на несколько часов окунуться в сказку. Что-то волшебное. Я думаю, что что-то сказочное. Наш театр – это радость, прославление Христа. Театр, как мороженое в жаркий день июля. Наш театр – это много различных впечатлений. Это море позитива. Ну а зритель уже замер в ожидании. Этот рождественский спектакль состоялся при поддержке Открытого акционерного общества «Коммунальник» и Забайкальской краевой филармонии. Вход на мероприятие был свободный. Пришли взрослые и, конечно, дети. Артисты приходского театра ярко, талантливо, эмоционально делились с публикой традиционным рецептом счастья от «Золушки». Помните, настоящие чудеса происходят благодаря чистому сердцу, потому что никакие связи не помогут сделать ножку маленькой, душу большой, а сердце справедливым. И с этим вряд ли поспоришь. В программе «Середина земли» мы рассказали вам о последних новостях Забайкальского края. Сейчас я передаю слово коллегам из Китая. Они уже с нами на связи. Здравствуйте. О чем вы готовы рассказать нам сегодня? Здравствуйте. Конечно, о самых заметных и интересных событиях, связанных с Китаем. В Китае появились на свет две макаки, которые войдут в историю наряду с овечкой Долли. Джунджун и Хуахуа так назвали малышей первые приматы, полученные путем полноценного клонирования. Процесс пока не отличается эффективностью. Чтобы успешно вывести двух макак, ученым пришлось использовать 127 яйцеклеток. Со временем технология обещает усовершенствовать. Это позволит исследовать механизмы развития человеческих заболеваний и найти новые методы тестирования лекарств. При клонировании макак ученые использовали метод соматической ядерной передачи. Они перенесли ядро из обычной клетки обезьяны-донора в пустую яйцеклетку другого животного. При этом белковую оболочку ДНК защищал специальный коктейль из ферментов и молекул РНК. Он же и заставлял яйцеклетку делиться. Результатом этой работы стали две яванские макаки, рожденные суррогатной матерью два месяца назад. Первая из них получила имя Джунджу, а вторая – Хуахуа. Они имеют абсолютно одинаковую ДНК и в настоящее время растут и развиваются, как обычные обезьяны в этом возрасте. Мы попытались использовать несколько разных методик переноса ядра, и только одна из них сработала. После этого нам все равно пришлось столкнуться с огромным количеством неудач и ошибок. В процессе эксперимента всегда есть большая вероятность, что дальнейшее развитие яйцеклетки пойдет по неправильному пути. Чтобы ее обмануть, мы использовали специальные техники, заставляли клетку думать, что ее оплодотворили, и таким образом превращаться в эмбрион. Создание методики клонирования обезьян открывает перед научным сообществом массу новых возможностей. Среди прочего, ученые смогут выращивать приматов с абсолютно идентичным набором генов, за исключением одного участка ДНК, структуру которого они поменяют. Это поможет не только раскрыть суть многих генетических болезней, но и найти новые методы борьбы с раком и расстройствами иммунитета. Изучение джунджун и Хуахуа позволит больше узнать о клонировании приматов, о возможных болезнях и отклонениях. Это один из важнейших успехов китайской науки за последние годы. Однако далеко не все восприняли новости от китайских ученых с оптимизмом. Как отмечает издание New Scientist, открытие может усилить страхи по поводу скорого клонирования человека. Появление на свет джунджун и Хуахуа доказывает, что клонирование людей теоретически возможно. Однако мы не видим в этом никакой необходимости. Цель наших экспериментов — создание моделей для исследования генетически обусловленных заболеваний головного мозга. Они помогут нам проверить эффективность медпрепаратов до их клинического применения. Этические стандарты не позволяют нам тестировать подобные технологии на людях. Прежде клонировать приматов не удавалось. Ученые проводили опыты по разделению уже оплодотворенного эмбриона на части. Но таким образом на свет появлялись не клоны, а однояйцевые близнецы. Китайским биологам удалось вывести макак методом ядерного переноса. Именно так в 1996 году шотландцы вывели овечку Долли. С того времени удалось клонировать верблюдов, собак, коров и свиней. Однако с обезьянами этот метод до сих пор не работал. Ци Цзин, CGTN Индустрия компьютерных игр в Китае продемонстрировала стремительный рост по итогам 2017 года. Общий доход отрасли увеличился на 23%. Больше половины рынка пришлось на мобильные приложения. Простые игры в мессенджере и витчат принесли разработчикам миллиарды юаней. С подробностями мои коллеги. 3-2-1. Приготовьтесь, игра начинается. Более 200 тысяч человек одновременно собираются вместе в онлайн-режиме, чтобы ответить на 12 вопросов. Победители разделят приз в размере нескольких миллионов юаней. Но для этого нужно правильно ответить на все вопросы. А это удается далеко не всем. Жители Шанхая особо полюбили эту игру. Я дважды выигрывала по 3 юаня в этой игре. Я в общей сложности выиграл меньше 100 юаней. Это немного, но больше, чем в среднем. Я в нее играл очень много раз. Честь королей – еще одна популярная игра в Китае. В кратчайшие сроки стала лидером индустрии. Но на пятки ей уже наступают новинки. Например, неизвестный игрок, который завоевала сотни тысяч фанатов буквально в течение этой зимы. По итогам 2017 года онлайн-игры принесли китайским компаниям около 204 миллиардов юаней. А количество активных пользователей составило 554 миллиона человек. Я потратила от двух до трех тысяч юаней за этот год. Это как девочки, покупающие одежду. Мы покупаем развлечения в играх. Я потратила от трех до пяти тысяч. В играх, таких как «Волшебник Ники» и «Честь королей», есть разные персонажи и костюмы. Я хочу собрать их все, но это невозможно без денег. У некоторых игр есть свои собственные мобильные приложения. В мессенджере WeChat стала популярна игра «Попрыгай». Пользователь получает шахматную фигуру, которая перемещается, если правильно рассчитать расстояние. Задача — обойти своих друзей. Сделать это пытаются 100 миллионов игроков в день. Эксперты считают, что такие простые приложения имеют все шансы стать лидерами в индустрии мобильных игр. Подумайте о том, как стала популярна игра «Честь королей». Она также соединилась с WeChat, и теперь вы можете видеть, играют ваши друзья или нет. А затем можно играть против них. Простые игры в WeChat тоже становятся популярны. Вы можете увидеть своих друзей, которые интересуются ими, и тоже вернуться в игру. Количество пользователей WeChat достигло 980 миллионов. 32% из них активно играют в простые игры со своими друзьями. По данным статистики, к игре «Попрыгай» уже на второй день возвращаются 65% вновь присоединившихся игроков. 52% из них опять вспоминают об игре через неделю. Юлия Куц, Ван Юйзюань, CGTN. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках. До встречи! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА